В эфире канала Россия 24 информационная программа Вести Хакасия. В студии Наталья Чудина. Здравствуйте. Жители 9-го поселка Черногорска намерены продолжать борьбу за установление справедливой платы за теплоснабжение. Сегодня на сборе председателей домовых и уличных комитетов выработан план совместных действий по борьбе с предприятием теплоресурс. За снижение платежей. На стороне общественности выступает и городская прокуратура. В 9-м поселке Черногорска более 200 квартирных домов. В них проживают около 6 тысяч человек. Дома разной этажности строились в разные годы из камня, дерева и кирпича. Исторически так сложилось, что практически для каждого дома были установлены свои тарифы за теплоснабжение. Все изменилось летом прошлого года, когда для предприятия теплоресурс установили усредненные тарифы. На практике вышло, что увеличение платежей для многих домов превысило установленный законодательством предел в 12%. Был тариф у нас 26 рублей 56 копеек и вдруг стал 36 рублей 11 копеек тариф. Почему? Если увеличивается на 12%. А по-моему, если на 12% увеличение, 29 рублей 74 копейки. То, что я и плачу и буду платить. По такому методу платить справедливую, на их взгляд, плату за тепло пошли многие жители 9-го поселка. Таким способом они борются с фирмой «Теплоресурс». Возглавляет борьбу председатель территориального общественного самоуправления 9-го поселка Альбина Киселева. Сегодня она собрала председателей домовых и уличных комитетов для выработки согласованной позиции. Кому 20%, кому 300, кому 250, кому 74, кому 12. У нас даже есть дома с 12% повышением. Я считаю, что это нарушение моих прав. Есть постановление, есть решение, есть, наконец, твердое слово президента и главы республики Хакасия. Значит, надо не только нам прислушаться, но и всем, кто у нас здесь живет. Действительно, в платежках по одному из домов за июнь выставлено 1000 рублей за тепло. В сентябре в этой же строчке стоит уже 1700, а совсем не 1200. Жильцы обращались в разные инстанции, но ответ их не удовлетворил. Получалось, что формально фирма «Теплоресурс» права, когда ведет расчеты не по теплощетчикам, а по нормативам. Ведь у них отсутствуют показания приборов учета за предыдущий год, когда тепло поставляла другая организация. Проводила свою проверку и прокуратура. Нами установлено, что начисляется размер платы с нарушением требований федерального законодательства, в связи с чем руководителю организации, поставляющей тепло гражданам, было внесено представление. Требования, изложенные в представлении руководителям этой организации, были отклонены, в связи с чем прокуратурой города в настоящее время собираются материалы для обращения в суд в интересах конкретного гражданина. Если этот гражданин суд выиграет, будет создан прецедент. И тогда прокуратура поможет остальным жителям девятого поселка составить исковые заявления, которые тоже будут удовлетворены. Виктор Лушников, Игорь Брюханов, Вести Хакасия. Дорога жизни открыта. Движение по ледовой переправе через реку Абакан в Таштыбском районе возобновили. Напомним, эта зимняя переправа – единственная официально действующая в Хакасии. Она соединяет поселки Малые Арбаты и Харачуль. Отрезанными друг от друга населенные пункты были с 12 января. Причина – образование наледи. Но когда морозы окрепли, движение вновь открыли. Сегодня проезд официально разрешен как для легкового, так и для грузового транспорта. Два года она вообще идеальная была переправа. А вот эти года Абакан, природа меняется, Абакан и погода меняется. Пришлось много льда намораживать, толще делать, иначе грузоподъемность маленькая будет. К нам в редакцию обратилась семья из села Табат Бийского района. Люди в отчаянии. Главу семьи, гражданина Таджикистана, уже через две недели могут выдворить из страны. Только потому, что супруги не успели вовремя продлить документы. Сегодня все сроки упущены. Иностранный гость должен покинуть страну, оставив российскую жену и пятерых детей. Подробности Ольги Стельмах. Но Редина Амина в автобате знает практически каждый. До глубины души сельский житель, примерный семьянин. Несмотря на далеко не богатую жизнь, всегда гостеприимный хозяин и отзывчивый сосед. Хороший мужик, что тут говорить. Все праздники нашей администрации просят его там и плов сделать, и все, как говорится. Он же не отказывает, ничего никому. Но свой человек он только в деревне. Официально он гражданин Таджикистана. Хоть и живет в России уже 15 лет и воспитывает пятерых детей. Четверых своих и одного по опекунству. Сегодня многодетного отца могут выдворить из страны. Ректоры зашли, даже документы не смотрели. Раньше вид на жительство Аминова продлевали вовремя. Недавно оформили отношения официально. 4 февраля ровно три года брака. А это позволит оформить супругу российское гражданство. Но того же 4 февраля. Норедин по закону должен вернуться на родину. Признают, виноваты. Сроки упустили сами. Продлить вид на жительство нужно было еще в конце лета. Он выехал даже. Я беременна, ходила, тяжело. Надо было сено заготовить. Мы картошку садили, 2 гектара. Надо было выкопать, все убрать. Я не знаю, кто делал. Они тоже не думают, что мы этим живем, что в сельской местности нет фактически работы. После выдворения вернуться в Россию Норедин сможет не раньше, чем через 5 лет. Такой срок устанавливает миграционное законодательство. Расставание больше всего боятся дети. С тех пор, как узнали о возможной разлуке, ни на шаг не отходят от отца. Мы не хотим, чтобы он езжал куда-то. Он когда, ну, езжал даже на 2 месяца. В Таджикистан ему надо было. Мы вообще переживали, плакали. Каждый день звонили ему. Мама переживает сильно, вообще жалко ее. Она плачет всегда. Особенно, когда они в Абакан съездили. Он сам, если, говорит, меня депортирует, я, говорит, умру без вас. Найти выход и не разлучать семью. За консультацией мы обратились к уполномоченному по правам человека в Хакасии. Александр Честодин признал таких примеров по республике десятки. Люди тянут с оформлением гражданства, а обращаются за помощью лишь в экстренном случае. В данной ситуации надежда есть. Я переговорил с руководством нашего ОФМС. Я очень надеюсь, что они, как профессионалы, сумеют найти выход из создавшейся ситуации. Ну вот, честно говоря, жалко просто ребятишек. Вопрос будет стоять у меня на контроле. При подготовке материала к эфиру нам удалось узнать, Аминовы побывали на приеме в ОФМС. В настоящий момент супруги собирают документы, которые подтвердят уважительные причины упущенных сроков. При удачном исходе выдворение удастся избежать. Ольга Сельмах, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Коррекционной школе Бейского района исполнилось 40 лет. Столько же времени и при школьной теплице. Ее удалось сохранить в рабочем состоянии. Весной она занята рассадой, а зимой в помещении полноправные хозяева цветы. 40 лет здесь отдают предпочтение одному сорту – белым калам. Калы в школьной теплице только начинают свистеть. Примерно через месяц центральная гряда будет полностью белой. Зимой здесь проводят экскурсии для малышей из местных детских садов. Полюбоваться зеленью и цветами сюда приезжают школьники из соседних деревеньев. Воспитанники интерната приходят сюда на уроки биологии и сельскохозяйственного труда. Все от посадки семян до высадки растения в грунт дети умеют делать сами. Частый гость в оранжерее – директор школы Владимир Тимченко. Говорит, цветы – это, конечно, прекрасно. Но главное – теплица – это гарантия здорового питания школьников. Мы здесь выращиваем овощную рассаду, а на нашем школьном огороде мы выращиваем столько овощей, что мы не закупаем ни грамма, не тратим ни рубля. Доход школы от полученного урожая, который начинается в теплице, а заканчивается на школьном огороде, составляет примерно 100 тысяч в год. Сеять рассаду еще рано, так что ближайшие два месяца теплица полностью принадлежит цветам. Обильное цветение кал приходится на конец февраля – начало марта. Необычный сноуборд-парк есть в Хакасии, в горах Аскийского района, где сама природа как будто подготовила трассу, недавно появились райдеры. Все они самоучки, и доски себе они тоже делают сами, из того, что есть под рукой. Елена Крылова пообщалась с экстремалами из глубинки. История началась с этого борда. Это вот мой первый борд, который я сделал своими маленькими двадцатьми братами нашими. Кататься на нем мы только по дороге катались, за мотоцикл цеплялись. А на горе никто не мог стоять на нем, не получалось ни у кого. Потом Костян приехал с армии. Он встал, и у него получилось. И уже стали клепать вот это. На склоне одной из горы поселка Неожиданный. В выходной практически вся активная молодежь. Здесь увлеклись модным экстремальным спортом – сноубордингом. Да еще и на первых порах – изготовлением досок. Говорят, едет не хуже заводских, только весит раз в десять больше. Крепления железные, жесткие. Короче, как склепанные. Ремешки, транспортерная лента. Тут что-то отваленка запчасти. Короче, шурупы, болты, клепки. Это от ведра. Пластик. Это для мягкости было сделано. Ну и вот так. Он мягко сгибался. Начало райперской карьеры в любительском видеоклипе. В самом начале для занятий ребята даже подстроили здесь тренировочный полигон. Когда учился, наверное, ну, знаю, говорю, поднимусь раз пять, впаду, опять поднимаюсь. И так, наверное, неделю, потом через неделю стало уже кататься. Самодельные доски, конечно, дело хорошее, но ремонтировать их приходится дольше, чем кататься. Поэтому сноуборды райдеры все же купили. И что удивительно, хоть это один из самых опасных видов спорта, на этой горе все живы. Наверное, из-за пушистого снега, которого, кстати, в этом году мало. А так бы показывали мастерство на горе повыше. Елена Крылова, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Это были все новости к этому часу. Сразу после рекламы смотрите ежедневную рубрику интервью. Отличных вам выходных и оставайтесь на канале Россия 24. Редактор субтитров А.Семкин